Как перуанские шаманы пытались помирить мировых лидеров и какой паспорт есть только у троих человек? Об этом в нашем международном обзоре. Французский спайдермен без страховки покорил 140-метровый небоскреб в Барселоне. Из специального снаряжения на нем были только горные ботинки и тальк. Снизу на скалолаза смотрела восхищенная публика, а сверху ждали полицейские. Ветеробер штурмовал небоскреб без разрешения властей. Ранее 55-летний альпинист покорил без страховки около сотни известных объектов. Среди них мост Золотые ворота в Сан-Франциско, Эйфелева башня в Париже и Эмпальсест Билдинг в Нью-Йорке. Мир для всего мира пытались наколдовать шаманы в Перу. Специальный ритуал они символически провели возле главной достопримечательности Лимы – статуи Христа. В ярких одеяниях и с перьями на голове волхвы играли на трубе и били в бубны, взывая к небесам. Особые заклинания колдуны произносили над портретами американского президента Дональда Трампа и севернокорейского лидера Ким Чен Ына. А изображения главы Венесуэлы Николаса Мадуро и вовсе били палкой, чтобы положить конец кризису в стране. Самым редким в мире паспортом признали удостоверение личности Мальтийского ордена. Сейчас этот документ есть только у трех человек в мире – великого магистра ордена Римской католической церкви, великого командора, а также великого канцлера. Согласно международному праву, Мальтийский орден – государство подобное образование. Этот паспорт не признают многие страны мира, среди них в частности США, Великобритания и Нидерланды. 20-тысячный пчелиный рой захватил машину британки. Жительница города Галл получила от своей соседки сообщение с устрашающим фото, где тысячи пчел облепили лобовое скло ее автомобиля. Женщина поспешила на стоянку и позвала на помощь пчеловодов. Почему среди всех автомобилей насекомым так полюбился именно этот – непонятно. После тщательной обработки специалистам удалось выкурить пчел.